Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, Даниил, расскажите немного о себе Меня зовут Даня Невский Меня знают Как камера доктора Я учился в Институте кино и телевидения На оператор мастерская Чирова Васильева, выпуск 15-го года Работал я практически везде Можешь назвать картину, на которой ты работал? На празднике Алексея Красовского На «Салюте 7» Клима Шипенко Как вы вообще пришли к такому роду занятия? Это хобби, увлечение, это профессия, это жизнь? В Институте кино и телевидения Процесс обучения был на пленке У нас было две камеры Оба были конвасы Один из них был почетный кухонный комбайн Потому что в нем торчала отвертка, чтобы он работал Но это ему не помогало И он не работал Меня это не устраивало Я все время что-нибудь переделывал Когда у нас был черно-белый этюд Я купил свой первый рефлекс Он там стоит И тогда я сделал свою первую переделку Мы поменяли рамку, чтобы можно было прогонять пленку два раза То есть из обычного кадра 18 на 24 мм Чтобы он был типа на две перфорации Но без переделки грейферной системы Это позволяло экономить пленку в два раза И не использовать специальных сканирующих установок В общем, была такая забавная штука Ну, а как-то потом началась пандемия Все стало как-то очень скучно Плохо с кино в Петербурге Да, собственно, я думаю, что и везде Я как-то начал заниматься этим более или менее профессионально А кто обучал вот этому делу? Это ж надо было разобраться Столько технических примочек, сложностей Когда я учился, у меня не было там проблемы Если мне нравился какой-то фильм Я находил контакты оператора И спрашивал его Как сделано, что сделано и так далее Я так познакомился с очень многими Прям классными дедами Я познакомился с Гуннером Фишером Первым оператором Бергмана И мне было 17 Ему, по-моему, ну, около 100 Я написал, сказал, мистер Фишер Вы такой классный дед 60 лет назад вы сняли очень классное кино Как вы сделали вот это, это, это Никакого барьера не было А переделкам камерам То есть был ли какой-то наставник, ментор? Да, и они присутствуют прямо в этом помещении Это вот Роман Романович Луговский И вот Олег Альбеточ Шраднянский Они меня очень многому научили А собираешься ли ты передать кому-нибудь Свои знания из нового, молодого поколения Который тоже этим интересуется? Если появится такой человек Я, конечно, с удовольствием передам то, что знаю Но, как правило, то, что я вижу В общении с молодыми операторами Нету, скажем так, какого-то желания Вникнуть в суть вещи Всем хочется, чтобы это было Нечто вот самое последнее Потому что все, что было до этого Это типа старое Я очень люблю пример 416-й камеры 416-й Арифлекс Это маст хэв Если у тебя ставка 130 тысяч в смену Значит, ты, конечно, пойдешь в юр-рентал И возьмешь 416-й Арифлекс Но камера плохая Она изначально задумана, как SR3 Которая переспала с аатоном И если ты хоть чуть-чуть разбираешься В узлах и механизмах Ты это видишь Это сделано тупо для того Чтобы продать следующую камеру Ари Она ничем не лучше, скажем, той же самой SR3 И никаких других выдающихся функций она не имеет Более того, у нее ровно та же самая электроника Какой у тебя опыт в этих переделках? И сколько через твои руки прошло? Я, честно, даже и не считал, сколько их прошло Но у меня в месяц, как правило, одна-две камеры бывают Ну, скажем, то, что было с вашей камерой Это все достаточно просто Потому что там нет вмешательства вовнутрь Единственное, что я более или менее интересное сделал Это вот блок подсветки рамок видоискателя Вмешательство в механику Допустим, когда нужно сделать Пулдаун в 35-миллиметровых камерах До шаг Грейфера Который я делаю на две перфорации Это очень интересная штука Требующая, скажем так, мобилизации Душевных и физических сил Самый сложный проект, который у меня был Это американская камера IMO Которую мы переделывали в формат две перфорации Это самая маленькая 35-миллиметровая камера Мне бы, на самом деле, ее в руки взять Чтобы я мог показать Короче, вот эта вот самая сложная камера Которую я когда-либо делал Это IMO 35RV Американская камера Хроникальная Которая была переделана Ренталом Клермонт В электрическую Кварцованную крэш-камеру Ими снимали крэш-кадры Когда нужно было Запихнуть маленький аппарат В автомобиль Или за автомобиль И так далее У меня даже есть где-то бумажка Что вот эта конкретно камера Участвовала в съемках Последнего форсажа Где погиб Пол Уокер Они изначально На четыре перфорации То есть это модульная камера Которая заряжается бобинками Причем 35-миллиметровыми Но в нее влезает Собственно, одна минута С двумя перфорациями Во-первых, получается широкий формат Во-вторых, это уже две минуты Что имеет, скажем так, больше смысла Мне удалось переделать ее под формат Две перфорации Хотя до меня это считалось невозможным Этого никто не делал И никто не реализовывал Я думаю, что мне это удалось Потому что я ничего не знал о том, как это делается Видимо Поскольку оригинального визира у меня нет Тут, конечно, стоит визир от Convas Это очень хорошая штука Его можно адаптировать куда угодно Вот, собственно, в этой конфигурации У нее только видеоконтроль И, соответственно, она выдает сигнал на монитор Управляется она по радиоканалу, если надо Самое важное, поскольку здесь нет зеркального обтюратора Здесь делительный кубик Там нету фликера вообще никакого То есть изображение абсолютно чистое Есть как бы вот такая вот конфигурация Но у меня она сейчас не доделана А здесь только видеоконтроль И это не выходит за пределы этой коробки В этот корпус и сэндер можно запихать Эта камера будет самой маленькой из этой серии У тебя есть какой-то специнструмент крутой, который ты мог бы нам показать? Специнструмент? Не, у меня нет специнструментов Есть какие-то... А есть любимый? Не знаю Ну, там какие-то любимые отвертки Или очень там выдающиеся какие-то отвертки Самые крутые, дорогие Я не знаю, ну что-нибудь Да, собственно, нет Все стандартно, потому что как бы Да, вот это, вот это Это можно купить в любом магазине Ну, не в любом, но можно Расскажи нам про эту камеру В каком состоянии она к тебе попала? Не стесняюсь в выражениях О, не стесняюсь в выражениях Это я люблю В общем, ваши камеры Это Reflex 16SR2 В переделке PS-техник Это контора, да, которая делала камеры Силикон 2К в Мюнхене Ваш экземпляр именно оттуда Я предполагаю, что Какого-нибудь 2005-2007 года Честно, SR-ок через мои руки прошло штук 20 Но такого я не видел никогда Были какие-то камеры Откопанные у дедов из гаража Из ямы с водой И прочее, прочее, прочее Но я ни разу не видел Чтобы каждый винт внутри был ржавый Я не знаю, что нужно делать Как бы у меня есть опыт Там камера лежала 5 лет В неотапливаемом помещении за городом Она в лучшем состоянии, чем вот эта Там было Проржавело просто все А внизу у двигателя Он покоится на 4-х ножках Виброгасителях Они резиновые Они туда жестко впрессованы И честно, я не знаю, что нужно делать Чтобы их оторвать Но ваши оторвались все Причем сразу Но это камеры из могилы буквально Честно, мне вот до сих пор Я сижу и мне очень интересно Что же с ней такое делали На протяжении Какого времени Камера приехала из Германии Камера приехала из Германии Камера из Назарова Это все такое было Снимали мы картину Оружие Мастером по свету там был Собственно мой мастер Костя Попов К которому Эта камера волей и судеб Попала на хранение В какой-то момент Он это передал все мне И она достаточно долго Лежала у меня в квартире Я устал об нее спотыкаться И отвез ее на дачу Так как это года были 9-10 Не было понимания о том Что пленка уже может вернуться Прошла вовсю цифровая эра Фильм Оружие Он так и не вышел Насколько мне известно Снимал ее По-моему душу Ее Ксимович Собственно вот А вообще какое у тебя Твое отношение к пленке К цифре Цифра конечно Она настолько облегчает Кинопроизводство Она дала шанс Людям снимать Делать дубли С одной стороны это хорошо С другой стороны это конечно плохо Собственно приехали Цифра дала свободу Компотографистам У тебя пару входов осталось Или что У тебя нету пленки Миллион дублей Говори что хочешь А пленки так было нельзя Тут не был тысячу лет уже Ладно если что через забор полезет Так неохота вот этого делать Давай я смазать Зайти и открыть потом этот Дверь Смотри Может быть еще Это восстановление Из мертвого Как обычно разбирается Камера в профилактике Просто снимается Более или менее Все что можно снять Причем как правило Не разбираются Внутренние узлы Грейферная система Не разбирается Все это остается как есть Особенно учитывая смазку Потому что камера синхронная Она тихая Там особый вид смазки Она редкая Дорогая И учитывая обстоятельства Мы не скоро ее Получим В вашем случае Это пришлось разобрать буквально до винтика Внутри не было ни одного Живого места Куда бы не проникла влага С электроникой ничего не случилось Но помер мотор В моторе закислить датчики Которые обеспечивают Обратную связь с платой Это все пришлось разобрать Почистить Смазать заново Собрать Отюстировать Тут была сделана система Видеоконтроля Поскольку камера Изначально От переделки PS Имела призму Полупрозрачную Из нововведений Вот которых Реально нету Ни в одной SR1 SR2 Это вот этот вот Блок подсветки Рамки видоискателя На этом месте был Экспонометр В мувменте Стоит полупрозрачное зеркало Которое отбрасывало В оригинале Свет на фотоэлемент Экспонометра Если применить Обратную схему Оттуда давать Изображение рамки Совмещенное С изображением На матовом стекле То получается Что рамка Подсвечивается Решение Этой штуки Оно все время Лежало на поверхности И мне удивительно Что этого Никто не сделал А ты консультируешься Где-то За рубежом? Да, конечно У меня есть Друзья-деды На ARRI И на PS И так далее Потому что Иначе бы Это невозможно было сделать Поскольку Большинство запчастей Которые находятся Внутри этой камеры Они, разумеется Уже не выпускаются И просто так Их купить невозможно А при наличии Таких замечательных Дедов Это все Очень даже Вероятно Я ездил в свое время По разным Распродажам Барахолкам И так далее И скупал вот просто Все комплекты запчастей И зачастую люди Даже не знали Что это такое И зачем это надо Кстати, очень интересная штука Когда знаешь досконально Всю камеру изнутри Можешь сказать Даже вот по шкифу Отдельно Что это шкив От вот конкретно Вот этой камеры А не секрет Назвать имена дедулик Крутых Немецких Я назову всего одного И это Юахим Шойгенпфюг Это бывший Главный электронщик ARRI А затем Главный электронщик PS-техник Ему было Ну Лет, наверное 18 И до 2000 года Он работал там Он участвовал В разработке SR-1 SR-2 И впоследствии Он был главным электронщиком Уже во времена SR-3 Есть супертехническая Поддержка Из прошлого Это на самом деле Поддержка Не столько Из прошлого Сколько Из настоящего Потому что Юахим, например В 2000 году Он ушел с ARRI В PS Потому что Они проигнорировали Его докладную записку О цифровом кинематографе Он сказал, что Типа Ребята Цифра Она развивается Для того Чтобы Не прыгать в последний поезд Необходимо разработать Цифровую камеру Ему сказали Что Чувак На наш век Мы как бы уже почти Сто лет существуем Пленка Будет всегда И мы будем делать Эти камеры До скончания веков А PS Предложили ему Собственно Начать разработку И он ушел туда И делал Silicon Imagine Сколько раз Я с ним не говорил Он реально не понимает Зачем мы этим занимаемся И что собственно Вот это такое Потому что По его мнению Это осталось Где-то Далеко В 80-х годах Ты постоянно их чинишь И таких как мы На самом деле Дофигища Да Самое неожиданное То что вы заплатили Цену которую я назвал Вот Это самое неожиданное В нашем знакомстве Слушайте Я не люблю Работать с российскими клиентами По одной простой причине Что Все время По любому поводу Начинается торг Как будто бы Они Вообще В принципе Представляют Чего я делаю И как Если это пленочная камера Она наверное старая Наверное она не стоит денег Поэтому Мы очень хотим ее восстановить Но мы за это платить не будем Это как бы Вот Кто больше к тебе заходит Наши Или иностранцы Основная часть Моих клиентов Которые Покупают Платят И так далее Это испанцы Я очень сильно удивился Потому что Честно Я не знал Что в Барселоне Есть лаборатория У меня до сих пор Не было ни одного немца Так вообще Ну Везде в Европе Франция Значит Исландия Швеция Испания Австрия Кто чаще всего Обращается К тебе За переделкой Усовершенствования Камеры Это Частный сектор Или это Ренталы Или это Все Это и ренталы И частники И очень много кого Есть безумные Инди-киношники У меня У меня есть Друг В США Который Где-то В свое время Добыл Просто Какое-то Невероятное Множество Километры Пленки И купил Несколько Клермонтовских Камер Вот эти Аймо Биэли Вторые Рефлексы И они Снимают С друзьями Раз в год Какой-нибудь Ужастик На пленку Причем Насколько я понимаю У них То ли Своя Проявка То ли Еще Что-то Вот такое Очень Забавные Такие Мувики Чем-то Похожи На Эда Вуда Но Цветного Пожалуйста Я Переделывал Им Камеру С пленкой Она Тише У нас Еще Есть 435 Но Она Работает В хорошем Состоянии Так и должно быть Не, мне правда интересно Что же вы Что же с ней делали Собственно вот там место Ну примерно 9-10 лет Она пролежала В этом сарае Замков Тут никаких Не было Никогда Так как Ничего ценного Я там Не держал Но видишь, как удачно все получилось. Вещи искусства не выкидывайте, могут пригодиться. Да. Вот такая вот история. Расскажите свое отношение к пленке. То, что происходит с пленкой, как получается изображение на пленке, это чистой воды химия. То, как получается изображение на цифре, это чистой воды физика. Утверждать, что химия – это хорошо, а физика – плохо, но это, по меньшей мере, недальновидно. Я могу сказать следующую вещь. Когда я снимаю на пленку, при соблюдении всех процессов, допусков и так далее, я получаю результат, который я почему-то не могу получить его на цифре. Потому что слишком резко, слишком неприятные переходы, а все ясно, все четко, все хорошо – это как хорошо загримированный покойник в гробу. Он мертвый. Это не моя фраза, это Олег Басилашвили сказал. У меня даже есть видяха, где он это говорит. Отвратительная цифра, я ее ненавижу. Вот это цифровое изображение. Все видно, все четко, все хорошо. Как хорошо загримированный покойник в гробу. Как может вообще этот рынок быть популярным и развиваться, если нет обработки леда? Была в Москве компания «Саламандра», которая раньше хорошо это все делала. Она закрылась, всю технику они повыкидывали. Сейчас остался «Мосфильм». Честно, как бы могу сказать, пока был «Синелаб», все было более или менее. С «Мосфильмом»… да, сложно. Есть проблема государственного унитарного предприятия. Оно не будет работать лучше никогда, потому что оно всегда будет получать. Вот почему закрылся «Синелаб»? Потому что не было спроса. «Мосфильм» тогда не закрылся. Почему? Потому что им всегда капает одинаковая сумма денег. Всегда. Вне зависимости от того, как они работают. Если раньше, да, я мог попросить технолога проявить до определенной гаммы. Я давал точку на графике, и они вытягивали. Недавно я столкнулся с тем, что меня чуть ли не в грубой форме послали, сказав, что мы делаем только по процессу. И с этими вашими экспериментами идите в КБ. Как бы… да, это… это интересно. Нужна лаборатория современная, ориентированная на людей, которые привыкли иметь дело с сервисом, где можно было бы это проворачивать. В Питере есть кто-нибудь, что проявляет? В бачках разве что. Здесь на втором этаже есть машины, но их до сих пор никто так не привел в порядок и не подключил. В Институте кино и телевидения есть полный спектр машины. Негативные, позитивные, 35 и 16. Более того, они стоят в помещении, к ним подведена вода, но при отсутствии объема это бессмысленно делать. Объем на окупаемость, но это хотя бы километр в день. Тогда бы это имело смысл. У нас в Питере нет этого километра. Если не отталкиваться от России, где лучше всего привлекли в емку? В Мюнхене. Любая лаборатория в Европе, в Румынии, в Берлине, в Мюнхене, в Париже, она отвечает современным требованиям исключительно по одной простой причине. Вы не видите, как они это делают. Есть такая лоба, много лет она занималась 8-16 мм. Ну, короче, шмальфильм. Андекфильмтехника, она находится в Берлине. У них очень красивый ресепшн, красивое старинное здание, такой лофт. Ну и результат, соответственно, который вы видите, все проявляются в Андуке, всех все устраивает. Если пройти дальше, то там будет какой-нибудь 70-летний дед, который будет это проявлять в бачке. Просто он умеет это делать. Большинство из вещей, которые выглядят классно, выглядят так, потому что вы не видите, из чего и как это сделано. Большинство кинокопировальных аппаратов, которые печатают позитивы, в большинстве случаев они сделаны фирмой Беллендхауэлл в 40-е годы. Это фигня 40-х годов, но она работает, потому что лучше с тех пор ничего не придумать. Вы бы доверили фильм, в который вложили, не знаю, 20 миллионов долларов аппарату, которому 80 лет? Нет. Но вы не видите этого аппарата, и с вашим фильмом все в порядке. Как бы вот. Это просто странное стечение обстоятельств, или когда все хотели стать космонавтами и думать, вот хочу заниматься кино? Нет, я хотел снимать кино. Всегда? Да. В итоге я не снимаю кино, практически не играю, делаю пленочные камеры. Слушай, ну это круто, это у тебя получается. И это хорошее такое живое, интересное хобби. Ого, это уже внешняя оболочка ренкового. Ну, не совсем так. В общем, вашим конвасом нас не удивить. Так, так это все ваше? Нет, это есть вот. Человек, который это коррекционирует. Это вот все конваса. Да, вот это вот еще. Вот. Это я макетик делал для Вертинского. Кстати, просто имитация? Да, это просто для общего плана. А музей как-то работает как музей, как а вот, ну, школа владелец. Здравствуйте. 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 Мы еще сами тут приехали. Да, тут, ну, вот здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Потрясающая коллекция. Ну, они здесь лежат на полке или они все в рабочем? Какие-то работают, какие-то нет. Это, допустим, сейчас первый Oscar выйдет, вот эта камера там снималась. Ее, соответственно, из полуубитого состояния сделали рабочее. Вот это, как бы, 100 лет. Вот это, это 21-го года. Самая маленькая 35-миллиметровая кинокамера в мире. Это ее следующая версия Kinomo N25. Там уже 25 метров пленки и пружинный приставной привод. Меньше, как бы, этого ничего не придумали. Это, конечно, вот iMOS легендарная. Которая пожила в производстве уже 50 лет. С 26-го по конец 70-х. И они до сих пор не знают, сколько они не сделали. Потому что штамповались тысячи. Это надо делать прямо настоящий музей. Твоя оценка, какое сейчас состояние рынка, который снимают на пленку? Я помню, как в 2014 году у нас летели пленочные камеры. Всякие 435-е, Ари Камы. Их можно было купить по 100 тысяч рублей. Комплектом только заберите. Я помню, как некоторые технические директора московских ренталов чуть ли не в панике названивали всем. И кричали, что географ «Глобус пропел» это последний пленочный фильм в России и в мире. И больше этого никогда не будет. Сейчас хотелось бы спросить этих людей. Ну, что, вы довольны, что вы продали свои Ари Камы по 100 тысяч? То, что происходит в последнее время, это, конечно, усиляет надежду на будущее. Я как бы выработал для себя такую теорию, что цифра, она не развивается приблизительно с 2015 года. То есть, выходит Alexa Mini, и все, что идет дальше, оно всего лишь повторяет. Можно сделать там, не знаю, хоть 116к, вопрос зачем? У меня был спор с одним оператором. Я говорю, зачем бесконечно увеличивать разрешение, если мы все равно, в принципе, мы глазом больше 50 линий не воспринимаем. Типа, если у нас 16к, мы можем увеличить кадр на 4000%. Зачем, если можно поменять объектив? У вас на всю карьеру будет 4 кадра, которые вам захочется кропнуть на 4000%. Зачем? Что с этим делать? Цифра, она не развивается с тех пор, ничего принципиально нового не предложено. То есть, это все исключительно старое. И в противовес этому появляется интерес к пленочному изображению, потому что оно абсолютно непредсказуемое, скажем так. Честно, я могу сказать, что если бы все сделано хорошо, чисто и профессионально, никакая цифра не сможет достичь пленочного результата. Особенно широкоформатного типа 70 миллиметров. И та тенденция, которую я сейчас вижу, большинство московских операторов, они просто снимают на пленку. У меня последняя пленочная короткометражечка была, по-моему, в 2016... Да, в 2016 году. Тогда я приехал на Масфильм, потому что оставалась одна лаборатория, и я был один на весь год. То есть, там обрабатывался мой фильм, и в самом конце года, по-моему, приехал Леша Курбатов, покойный, с документалкой. Это был 2016. Сейчас, насколько я понимаю, надо вставать в очередь за несколько недель на обработку. Я помню вот это в 2010 году, когда ты приезжал в Синелаб, у тебя было там 600 метров пленки, и тебя запихивали как-то так в фонограмму какого-нибудь фильма или даже сериала, потому что машины работали нон-стопом. Единственный вопрос, конечно, долго ли это продержится. Эти камеры, они могут работать очень долго, но в любом случае у них исчерпаемый ресурс. То есть, неизбежен конец, когда их не останется? Конец у всего неизбежен. Когда-нибудь они все будут стоять в музее на полке, если не появится ничего нового. И опять-таки, с чем-нибудь новым, чтобы сделать вот такое, это в себестоимости, но это очень большие деньги. Это одна из вершин инженерного мастерства в области камеротворения. Что-то мне подсказывает, что на данный момент нет ни человека, ни ресурсов для того, чтобы сделать что-нибудь превосходящее это. А технически это вообще возможно? Технически это возможно. То есть, появились какие-то новые материалы. Понятно, что в классической механике ничего не поменялось, да и, собственно, электроника тоже, честно, не очень далеко ушла. Но для того, чтобы сделать это все с такой невероятной точностью, это действительно очень большие деньги. Вряд ли кто-нибудь сейчас захочет в это вкладываться. А ты бы взялся за такую разработку при должной финансовой какой-то поддержке? Да. У меня даже есть, я как бы балуюсь периодически вот этой штукой. Сейчас я возьму. Она, правда, разобрана, но тем не менее. Было уже практически буквально все. Есть только одна ниша, которая не занята от слова совсем. Это сверхмалая 35-миллиметровая камера. Как бы вот она. Точнее, ее прототип. Она вмещает 25 метров пленки. Она простая, как пень. Суть в том, что, когда говорят, что с пленочными камерами невозможно летать, невозможно поставить на Джи Юн, Ронины и так далее, и так далее, и так далее. В общем, они, как обычно, не отвечают чьим-то современным требованиям. На помощь может прийти такая штука, которая для каких-то коротких кадров или для того же Крэша может быть весьма удобна. Это, так сказать, штука, которая делается иногда долгими зимними вечерами. Большого смысла, наверное, в этом нет. Хотя интерес присутствует. У меня многие спрашивают, когда оно будет готово, можно ли это протестировать. Было бы, конечно, неплохо. Но это любительская фигня и любительский уровень. Как бы, чтобы сделать вот это, честно, надо строить завод. А что останавливает тебя от доделать любительское? Тоже финансовое какая-то собственность? Конечно. Я начал ее делать в 2018, наверное, году. Было несколько прототипов, несколько изменений. Ну и в конечном счете получилась вот такая сейчас. Она в накидке, она разобрана, потому что после каждого теста приходится разбирать, смотреть, что работало, как работало и так далее. Для того, чтобы сделать это на каком-то нормальном, целесообразном уровне, нужно несколько прототипов, исполненных, скажем так, в немножко разной конфигурации. Ну и, конечно, это достаточно большой бюджет. Он исчисляется сотнями тысяч и совсем не рублей. То есть, ну, вот допустим, разработка электроники. Казалось бы, единственное, чего нужно добиться, это чтобы двигатель крутил всегда с одной и той же скоростью. Пленка переходит из одного отсека кассеты в другой, изменяется натяжение, изменяется сила, с которой она движется. Но двигатель всегда должен выдавать одну и ту же частоту. Тут это реализовано. Все думают, что если камеры стали вот такие, и там дроны всякие летают, то электроника ушла очень далеко. Нет. Все, что как бы здесь, вот эти вот мозги, они аналоговые. И для элементарной задачи, казалось бы, равномерного движения, аналог лучше цифры, потому что там нет задержек. Как бы Ардуино, да, можно взять, запрограммировать какую угодно фигню. Нет, к сожалению, не получится, потому что задержки будут гасить. И мы пробовали с разными конфигурациями, как это можно сделать в цифре со всеми этими современными платами. И в конечном счете мы дошли более или менее до какой-то единой версии мотора, но это заняло два года. И это было здесь. Я спросил, собственно, моих немецких друзей, за сколько бы они такое сделали. Они сказали, что, ну, как сказать, это вопрос сотен тысяч евро. Ну, потому что это интеллектуальная собственность, интеллектуальный труд. И честно, я понимаю, почему. Предлагали тебе релацироваться? Вот сегодня мне написал человек с Англии переехать туда, потому что у них есть много камер, которые необходимо обслужить. Вот. И есть много вещей, которые они хотели бы со мной сделать. Ну, вот это буквально за час до вашего приезда мне написали. Бог, я приехал. Так мы талисман. Я тебе уже говорил. Это потому что мы приехали. Да. Я начну. Ну, что ты нам можешь пожелать с этой камерой? Я могу пожелать вам только много хороших проектов и снимать на пленку побольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!